МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если супермаркеты не выплатят ему отступные в размере 10 миллионов евро. Супермаркеты Aldi, Lidl, Edeka, Reve и Norma получили письмо от вымогателя еще 16 сентября. Аналогичное пришло в магазины хозяйственных и косметических товаров Müller-DM и Rossmann. Шантажист также угрожал подмешивать опасные вещества в продукты и косметику, продающиеся в других регионах и даже за пределами Германии, пишет Bild. В письме, отправленном по электронной почте, указывало, что если торговые сети до среды 20 сентября не заплатят энной суммы, будет отравлена еда на полках различных сетей. Мы очень серьезно относимся к этой угрозе. Отравитель уже добавил некую субстанцию в банки с детским питанием. Полиция изъяла эти продукты с полок магазинов и проверяет другие партии. Анализ показал, что преступник использовал этиленгликоль. Это прозрачное сладковатое вещество, которое при большой концентрации может спровоцировать смертельный приступ. Этиленгликоль, когда его принимают пиорально, токсичен. Взрослому достаточно 30 мл, чтобы создать опасность для здоровья. Но для того, чтобы серьезно отравить детей, понадобится еще меньше вещества. Однако воздействие вещества можно предотвратить, если вовремя обратиться в больницу. Следователи уже напали на след шантажиста. Его действия попали в объектив камеры наблюдения. Полиция показала фотографии разыскиваемого. Это мужчина лет 50 в кепке и в очках. Его ищут по всему югу Германии. Личность преступника установлена. Фатальную ошибку допустили полицейские Берлина. Они ненароком заразили коллег гепатитом С. Изъятые следователями инфицированные шприцы поместили в обычный бумажный конверт и отправили по почте в одно из отделений полиции. Получение этой посылки стало роковым для многих служащих в участке, поскольку привело к коллективному заражению гепатитом С. В полиции говорят лишь об одиночных случаях, но конкретного количества инфицированных все же не оглашают. Пока неизвестно, что же стало причиной такой халатности. Как известно, гепатит С – это воспаление печени, которое протекает в тяжелой хронической форме. Вирус чаще всего попадает в кровь здорового человека через укол грязным шприцом с инфицированной кровью. По статистике, в Германии проживает 250 тысяч инфицированных. Убийственное столкновение из-за неудачной попытки обгона погибли двое. Трагедия случилась на шоссе Б-247 между коммунами Швабхаузен и Хоенкирхен в районном центре Гота. Дорога была окутана туманом, видимость не превышала 50 метров. При этом водитель Шкоды решил обогнать грузовик с прицепом. Водитель Опеля, несущегося навстречу, попытался увернуться вправо, однако машины влетели друг в друга лоб в лоб. Опель занесло в поле, Шкода отбросила от бокового столкновения с обгоняемым грузовиком на другое авто. Водитель последнего пострадал и доставлен в больницу, а водители столкнувшихся автомобилей погибли на месте. Шоссе на время было полностью перекрыто, материальный ущерб предварительно оценили в 21 тысячу евро. В Средиземноморье спасли 765 левийцев. В корабль волонтерской организации «Спасти детей» подобрал их после нескольких дней, небезопасного путешествия к европейским берегам. Мигрантов доставили в порт Итальянской Катании. Среди прибывших много семей с детьми, всего около 50 детей, младшему из которых 7 или 8 месяцев. Также много несовершеннолетних без сопровождения, младшему из них 12. Многие были издурены после длительного пребывания в море. Обострение ситуации в Ливии за последние 10 дней привело к всплеску попыток нелегалов покинуть неспокойную родину. Людей не останавливает даже усиленные меры ливийской береговой охраны. Ее агрессивное поведение уже вынудило ряд гуманитарных групп прекратить спасательные операции вдоль африканского побережья. С 2014 года в Италию морским путем прибыли около 600 тысяч мигрантов. В основном это выходцы из Ливии. В Париже осудили мать боевика исламского государства. Женщину, посылавшую сыну деньги, обвинили в финансировании терроризма и переговорили к двум годам лишения свободы. Осужденная Натали Хададиев свою вину отрицает. Она утверждает, что оплатила 21-летнему сыну поездку в Алжир, где он должен был встретиться с отцом. Впоследствии молодой человек уехал в Малайзию. Там его ограбили, и мать направила ему около 3 тысяч долларов. Обвинение утверждает, что сын осужденной покинул Малайзию и присоединился к боевикам исламского государства в Сирии, где умер в прошлом году. Я осуждаю терроризм. Мои мысли с жертвами террора по всему миру. Чтобы я финансировала то, чего не приемлю, это нелогично. Это суд над матерью, который помогал своему сыну. Я верила ему. Это наши дети. Что нам остается делать? Бросить их или возненавидеть за дурацкий поступок? Есть ли ответ на этот вопрос? Адвокат осужденной планирует обжаловать приговор в апелляционном суде Франции. В Греции нашли останки британской туристки, пропавшей почти неделю назад. Коронеры сделали жуткий вывод. 63-летнюю Лоис Халлингворд съели волки. Трагедия произошла, когда женщина гуляла по отдаленной тропе в горах на севере страны. Экспертиза установила, укусы которыми раздроблены кости женщины не могли наизнести ни собаки, ни шакалы. Это следы волчьих зубов. Подозрение подтвердил брат погибшей. В последние минуты жизни Лоис успела сообщить ему по телефону, что ее атакуют дикие звери. Власти Иракского Курдистана отказались передать под контроль Багдада аэропорты Вербили и Сулеймании. Это первые последствия голосования, прошедшего на выходных. Накануне представители избиркома Иракского Курдистана объявили официальные результаты референдума о независимости региона. Явка составила 72%. Число действительных бюллетеней – 2 миллиона 385 тысяч. Свыше 92% проголосовавших сказали «да» и менее 8% «нет». Багдад заявил, что никаких переговоров об отделении не будет. Премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади призвал представителей Курдистана отменить результаты референдума. А парламент страны проголосовал за то, чтобы послать войска в нефтедобывающий регион. Верховный главнокомандующий должен принять все законные и конституционные меры, чтобы сохранить единство Ирака и его народа. Для этого необходимо приказать силам безопасности вновь занять позиции на всех спорных территориях, включая Киркук. Власти Ирака также дали курдам время до пятницы, чтобы передать под федеральный контроль два аэропорта в Ирбиле и Сулеймании. Представители региона отказались это сделать. Однако предложили разместить в транспортных узлах наблюдателей из Багдада. Мы готовы сесть за стол переговоров с властями, чтобы обсудить, каких именно людей они хотят к нам отправить, какую работу они будут выполнять и в чем причина их приезда. Мы не возражаем против того, чтобы к нам прислали технический персонал. Некоторые пассажиры в Ирбиле начали переоформлять купленные авиабилеты. Нам нужно возвращаться в институт, но мы не сможем приступить к учебе, если аэропорт закроют. По словам властей Курдистана, функционирование аэропорта в Ирбиле является крайне важным для борьбы с боевиками исламского государства. Умер создатель плейбоя. Хью Хефнеру было 91 год. Более 60 лет назад он основал журнал для мужчин, дебютную обложку которого украсила сама Мерлин Монро. Издание стало популярным не только благодаря фотографиям обнаженных женщин. В нем печатали очерки и интервью знаменитых писателей, спортсменов и топ-моделей. Многие звезды обрели популярность благодаря Хефнеру. В скором времени плейбой превратился в один из самых популярных брендов мира. В 70-х это была целая развлекательная империя с собственным телешоу, джазовым фестивалем и сетью клубов, где официантки одевали фирменные кроличьи ушки и хвостики. Спасибо, Хью Хефнер. Вы легенда для стольких людей. Вы хранили для нас американскую мечту и дух предпринимательства. Он икона, таких как он осталось немного. Хефнер, известный ценитель женской красоты, последние 17 лет прожил с семью моделями, которым было от 18 до 28, а в свои 86 он женился на Кристал Харрис, которая тогда была 25. По завещанию Хефнера похоронят его у склепа Мерлин Монро на Вестфордском кладбище. С аукциона в Лос-Анджелесе продают ситар Джорджа Харрисона. За инструмент участника легендарной группы The Beatles планируют выручить до 100 тысяч долларов. Специалисты говорят, история этого предмета уникальна. Он действительно поменял мировую культуру. Харрисон купил инструмент в 1965 году. Сразу после релиза песни Norwegian Wood, которую он записал на нем, началось повальное увлечение ситарами и индийской культурой и индуизмом. В своем роде с этого момента жизнь Харрисона и его музыка очень сильно изменились. Ситар продает приятель первой жены Харрисона, он получил инструмент в подарок от музыканта. В его доме на Брабадосе Харрисон и Пати Бойт провели медовый месяц. Джордж всю жизнь увлекался игрой на ситаре. Он совершенствовал мастерство вместе с индийским музыкантом Рави Шанкаром до самой своей смерти в 2001 году. В Лондоне состоялась премьера претендента на звание самого скучного фильма в мире – картина «Беби Лэнд». По аналогии с «Ла-Ла Лэнд», главным фаворитом премии «Оскара» этого года, сделана в жанре медленного кинематографа – минималистичного направления с очень длинными сценами, в которых практически ничего не происходит. Все роли в восьмичасовой ленте исполнили овцы. Самый короткий план в фильме длится 30 минут. Мы вырезали большую часть кино. Некоторые люди жалуются, что восемь часов – это долго. Но в версии режиссера фильм шел 14 часов. Мне пришлось долго с ним спорить, чтобы сократить хронометраж. Так что монтаж был жестким. Четвероногие актеры также приехали на ковровую дорожку. Правда, вопреки ожиданиям, Эмма Стоун и Рэм Гослинг не вызвали должного внимания папарацци. Предыдущий претендент на звание самого скучного фильма в мире вышел в прошлом году. Это картина о том, как на протяжении 10 часов и 7 минут на стене сохнет краска. Двухлетняя девочка стащила попкорну принца Гарри. Сеть покорила видео, на котором малышка Эмили Хэнсон, сидевшая на трибуне соревнований Invictus Games рядом с британским принцем, ела его попкорн. Гарри сначала не обратил внимания на девочку, но через минуту увидел, что она лезет в его ведерко и шутливо нахмурил брови. А потом начал развлекать Эмили, менял выражение лица, высовывал язык и гримасничал. Отец девочки – паралимпийц и бывший участник Invictus Games – Джеймс Хэнсон, друг наследника британской короны. Субтитры создавал DimaTorzok